Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу о своих ощущениях после одного года использования PlayStation 4. Если что, PlayStation 4 Slim мне дал мой друган Илюха. Братан, большое тебе спасибо за это. Дал он мне на то время, пока он был в армии. И консоль у меня пробыла ровно год, что, в принципе, мне кажется, достаточно, чтобы сформировать о ней мнение, а также опровергнуть или подтвердить какие-то популярные факты. В видосе я не буду проводить детальные сравнения, поскольку на YouTube их очень дофига, ну просто нереально много, и мне кажется, это ни к чему. Да, меня знают многие как любители X-коробки, но это не означает, что PlayStation 4 я буду тупо обсирать. Все будет честно и по факту. И давайте начнем. Плойка у меня появилась в том году, летом, а именно в июле. И как только она у меня появилась, я начал сразу же проходить все эксклюзивы, которые я хотел когда-либо пройти. Если что, более детальное видео на тему эксклюзивов я делал, поэтому гляньте, посмотрите. Видос будет вот здесь, он должен высветиться, типа строчка такая. Просто кликните и посмотрите. Сразу же прошел серию Uncharted, поиграл в Good of War, Order и прочие игры. И сразу же сделал предзаказ на Человек-паука, поскольку я тоже в него хотел поиграть. Честно скажу, от эксклюзивов Sony у меня остались больше положительные эмоции. Многие игры действительно интересные, действительно качественно сделаны. И они реально показались мне нексгеновскими, а не как там, к примеру, State of Decay или Crackdown 3, мне кажется, вообще дичь какая-то. Ну и были, к сожалению, те игры, которые мне вообще не понравились, хоть я и хотел в них поиграть. Опять же, все на вкус и цвет, но мои объяснения в этом видео. Но, ребят, сразу скажу, если игру хвалят, то не факт, что она вам понравится. Потому что, опять же, все очень субъективно. Но, честно сказать, Sony действительно нужно отдать респект за такие вот игры. Многие из них действительно заслуживают всех своих похвал. Сама консоль ничем не хуже Xbox'а. Но и не лучше. Это, по сути, две одинаковые консоли, только от разных компаний. Различия лишь в геймпаде, интерфейсе, дизайне самой консоли и, пожалуй, в сервисах. Они тоже очень идентичны. Да, у консоли есть маленькие различия возможностей по типу PlayStation 4 есть VR, у Xbox'а его нет. Но у Xbox'а есть обратная совместимость, а у плойки ее нет. В целом, все то же самое, но в другой обертке. И, честно, не понимая людей, которые разводят срач, что лучше. Каких-то критериев, чтобы сказать, что одна консоль лучше другой, я не нашел. Абсолютно у каждой консоли есть свои минусы и плюсы. Насчет геймпада. Опять же, не могу сказать, что какой-то геймпад лучше или хуже. Все опять же субъективно. Лично мне удобнее играть на Хуановском, поскольку там более удобное для меня расположение стика. Но сказать, что DualShock говно, я не могу. К любому устройству нужна тупо привычка. Я привык за это все время, и мне уже пофиг, на каком геймпаде играть. Интерфейс на вкус и цвет, и там, и там все понятно, но единственное, у Xbox'а дашборд работает чуть медленнее, чем у плойки. Это факт. Насчет графики в играх. Тут я не заметил каких-то, ну, нереально больших отличий. Запускал я только лишь батлу первую, и то, мне кажется, чтобы сравнить реальные картинки, это нужно сравнить два телевизора. Тупо вот здесь Xbox, вот здесь PlayStation, иначе вы разницы вообще не увидите. И там, и там полет нормальный. И говорить, что на PlayStation 4 графика лучше, ну это бред. Да, на тестах вам могут показать, что там, например, на Xbox на 5 FPS ниже. Но, ребят, вы этих просадок тупо не заметите. Это нужно сравнивать прям телеку к телеку, повторяюсь. Те, кто обсирает Хуан, говорят, что они говно, они либо просто хотят словить кайп, или же просто это такая мода. Кстати, об этом я расскажу в одном из следующих видео, поэтому подпишитесь на канал, если вам интересно. И вообще, я призываю не смотреть всякие вот такие вот тесты, поскольку всегда лучше доверяйте своим ощущениям. На цифрах одно, а по ощущениям будет совершенно другое. Многие, кстати, еще говорят, что на плойке капец какой большой онлайн, и это значительный плюс. Но, честно, я до сих пор не понимаю, что это вам дает. Ну, больше человек играет в какую-то игру. И что? Быстрее найдете катку? Ого-го, вот это плюс. На Xbox вам нужно будет подождать чуть больше, или столько же, поскольку поиск игроков в каждой игре, он по сути один. Да, есть игры, в которых уже мало человек, но это все зависит от игры, поскольку все же игры, они пустеют. Многие почему-то думают, что на Xbox капец как мало людей. Что прям, ну ни в одной игре нельзя найти игроков. Можно, без проблем, но стоит хотя бы чуть-чуть приложить к этому усилие. Просто попытаться найти их самим, а не ждать личного приглашения. Многие могут уточнить, сложно найти именно русских игроков. Да, действительно, на Xbox это сделать чуть сложнее, чем на плойке, поскольку в плойке русскоязычных игроков достаточно. У Xbox поменьше, это факт. Но будем честны, найдя русского человека, вы вряд ли будете играть с ним постоянно. И все все равно играют со своими друзьями, со своими знакомыми, а не с русскоязычными рандомами. И поэтому, какая нахрен разница, кто у тебя стоит в лобе? Многие еще говорят, что плойка шумнее работает. Я соглашусь, но отчасти. Постоянный шум работы PlayStation чуть-чуть громче, чем у Хуана. Это факт. Но Xbox при загрузках гудит намного громче, чем плойка. И об этом почему-то никто не говорит. Вообще, когда я прошел все эксклюзивы, которые я хотел, у меня плойка, по сути, пылилась. Пылилась она не из-за того, что с ней было что-то не так, что-то мне не понравилось. А по сути, потому что я сделал на ней все, что хотел, а именно прошел эксклюзивы. И смысл мне ее было как-то потом включать. Я поиграл во все, что хотел, и моя душа, в принципе, успокоилась. Но успокоилась она, потому что я, опять же, прошел все эксклюзивные игры, которые хотел. И основная платформа у меня все-таки Xbox One. На ней я, по сути, играю во всю мультиплатформу и играю в мультиплеере. И покупать одни и те же игры и туда, и туда, и продлять PlayStation Plus я вообще не увидел смысла. Поскольку в основном я играю на Хуане, и там все мои друзья. Если задумываться о покупке, то мне кажется, вообще пофиг, какую консоль брать. Судите лучше по эксклюзивам. Типа там есть Gears of War, там есть Uncharted и тому подобное. Все равно, какую консоль брать, поскольку они аналогичны. Единственное отличие, это, опять же, эксклюзивы, там наличие VR и обратно-совместимость. В основном, практически то же самое. Ага-ха-ха-ха-ха-ха-ха! На Xbox нету эксклюзивов, скажете вы. Лан, сорян, скажу по-другому. Не эксклюзивы, а игры, в которые вы не поиграете на другой консоли. Так, мне кажется, будет правильнее, и вы не придеретесь. То, что эксклюзивы Xbox доступны на ПК, это совершенно другая история, и все равно вам не дает возможность поиграть в эти игры на плойке. И поэтому вообще не вижу смысла разводить здесь срач. Лично для меня, Хуан все еще остается любимой платформой, основной игровой платформой. И, в принципе, Хуан и ее франшизы мне больше по душе, нежели продукты от Sony. Да, я действительно кайфую от мультиплеера Halo, мне действительно нравится франшиза Gears of War. В блоке многие проекты ты прошел и забыл. Лично я так и не сумел никакую игру перепройти, и вот просто не смог. Да, эти игры дарят положительные эмоции, их стоит пройти. Но лично я для себя решил, что PlayStation 4 покупать для меня бессмысленно. Ибо во все то, что я хотел, я уже поиграл. Соньку в моем случае я могу рассматривать лишь как дополнительную консоль, просто чисто для эксклюзивов, не более. И я вряд ли уже перейду там на PlayStation 5. Почему? Потому что у меня есть две весомые причины на это. И, скорее всего, они есть и у вас. Но об этом я тоже расскажу в одном из следующих видеороликов. Ребят, на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о консолях восьмого поколения, какая консоль вам больше по душе, какой эксклюзив вам понравился больше. И большое вам спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok